Доброго времени, дамы и господа, и сегодня у нас в обзоре Lada Priora 73-й кузов. И напротив меня сидит хозяин этого автомобиля. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Матвей, я владелец Priora, стенсовый. Не как положено, не как подобает. На полах не лежит, но вид имеет, разъебывает. Матвей, скажи, пожалуйста, с какого года твоя Priora, сколько ты вложил и для чего ты сделал этот стиль? Потому что подписчикам это будет очень интересно. Priora купил два года назад за 260 тысяч, 12-й год. Так, простенькая комплектуха. Вообще не предполагал ничего, в принципе, с ней делать. Все равно взял свое, стенс-культура захватила меня и понеслась, короче. Денег вложено нормально. Конкретно не считал суммы. Но из последних вложений около 80 тонн на этот сезон. Чисто винты, тапки, резина. Вот я смотрю на твою Priora и вижу BBS. Это оригинал или реплика? Сколько ты за них отдал? Расскажи, пожалуйста, за наклейки, которые у тебя наклеены на машине. То есть на лобовом стекле и на слитере сверху, как она называется, я не знаю. То есть расскажи за езду. Поясняю, как говорится, за тачку. Поясняю? Изначально чё, блядь? Молодой горячий пацан. Люблю суетить по городу. Поиск идеи для наклейки. Свелась, короче, мысль к тому, что всё-таки надо отдать дань Priori, которая должна быть, блядь, с бородатыми дядьками за рулём, блядь. Ну и исполнять на ней по городу. Поэтому наклейка суета. Войните по-английски. Ну, перевод на русский суета. Ну, типа, нет-нет, всё-таки я даю понять, что всё-таки эта наклейка не так просто наклеена на машине. ББС, чё, не оригинал, конечно, оригинал. Вышло бы вообще колоссальных денег. За эти-то тапки, сколько денег ушло. На оригинальные я бы не потянул. В принципе, вид имеет. Чё, мне нравится. Сзади наклеена банн. Банн это запрещен. Кто шарит, кто в теме. Одежду CA выпускала линейку банн. Ну, одежду. То есть, когда ебали всех в Питере за 12.5.1. Ну, в Донецк ему наклеил, собственно. На фейринге, то есть, верхняя часть на багажнике. Ветрозащит. Это просто типа фирмы Тулин. Тоже копия. Скажи, пожалуйста, что у тебя стоит под капотом? Были ли какие-нибудь там изменения? Там, чё, кого, как пацаны говорят. Как твоя машина собирает взгляды? Чё говорят соседи, друзья, родственники за тачку? Слушай, ну, в принципе, по-любому она взгляды собирает так или иначе, да? Разъёбывает там. В основном пиздяки там. Вау, чё за диски там, все дела. Вот, все, блядь, старики у меня там в гараже постоянно. Вот, видите, я в натуре делать нехеру. Куда столько бабок вкинуваешь? Ну, типа, оно тебе вообще зачем надо? Почему? Съезглушки. Почему не тонировка? Почему именно аквариум? Расскажи за стиль. То есть, почему именно это для чего сделано? Как вообще ты приходил к своей мечте, мысли? То есть, твоя философия. Почему всё-таки тонированные стёкла на фарах, а в аквариуме всё равно катаешь? Вообще, всё это начиналось давным-давно. У меня до этого была шестёрка тоже на стиле. Вот. Привлекали тачки. Все это европейское веяние, все эти стенс-двежухи, культуры. Вот. Она была собрана в этом стиле. Ну, и приору тоже, блядь, хотелось, конечно, собрать. Причём это выглядело на контрасте. То, что приора, видишь, она должна быть в бункере, в полах, на штампах на чёрных. Там рельсы, там, воссаны, блядь, обоссаны. В таком смысле. Вот. Хотелось просто, ну, типа, продемонстрировать то, что с этим кузовом тоже можно поработать. И тоже будет стильная тачка. Но за стенс так, блядь, в двух словах колёса посадки. То есть, максимально жирные тапки засунуть в этот кузов, в эти арки. Этому способствует развал. То есть, чтобы засунуть эти тапки, был сделан в круг развал 3 градуса. Резина идёт в натяг. Тапки идут 16, и 8 джедаев ширина. Вот. Резина натянут 195,45. Собственно, поэтому позволила все эти моменты засунуть такие колёса. По подвеске установлены винтовые стойки, сделанные под заказ. Статик дроп маркет, если кому интересно. Заказывал. Ребята работают, чётко знают своё дело. По срокам, конечно, они проебались конкретно. Я вот это хотел прям, конечно, озвучить. Потому что у меня паукан рвалов вообще жёстко. Я их так долго ждал. Аквариум. Ну, это дань стилю. Все эти шушеры, вот эти вот багажники, фейринги. Там, это всё в угоду стилю. Опять же. Так-то до этого я, конечно, там, блядь, первые, когда я её купил. Конечно, она была у меня оперовской, приоры, оперской, так скажем. Это суета в бункере, там, на Ксеноне. Все эти моменты. Ну, в итоге, пришёл к тому, к чему пришёл. Потому что всё равно поближе паду. Скажи, пожалуйста, как ты вообще ездишь на таких дисках и на такой посадке? Как к тебе относятся? Лежащие полицейские, живые полицейские, сотрудники ГИБДД? Чё они тебе говорят? Допустим, я видел твои фотографии в Инстаграме, ВКонтакте. Ты очень любишь природу. Выехать, покурить кальяну. Вот ты как вообще ездишь там? Вопросики у некоторых возникнут. Возишь ли ты дрова в багажнике, чтобы проехать через лежаки и, там, кочки, не знаю. Дрова, конечно, в багажнике не вожу. В принципе, тачка собрана с умом, со знанием уже, с опытом. Также наставников, так скажем, ну, сокультурников. У которых всё это узнавалось и спрашивалось, блядь, что как лучше сделать. То есть она собрана, опять же, вот, в дань наклейке суета, чтобы я мог суетить по городу. Чтобы не просто ездить, вот, ползком на ней. Чтобы можно было исполнять, чтобы нигде ничего не терло, ничего не мешало. Насчёт сотрудников ни разу, кстати, ещё пока не встречал. Ну, мне кажется, просто так же, как и на шестёрке, будут лайки, там, осмотрят тачку, чисто внешне скажут, ебать ты долбоёб, но красиво. Лежачие полицейские, в принципе, преодолеваются нормально. Так же, как и природа. Самая засада этой машины, это вот чисто колея. По диагонали всё можно проехать, а вот колея вот засаждает вообще жёстко. Даже вот на асфальте ловишь вот эти вот ямы, и это прискорно. А так, в принципе, ни в чём себе не отказываю, если в городе, да, загорят. Ну, понятное дело, есть друзья, братишки, которые, блядь, ездят на джипах. Самый главный вопрос для тебя, как к стенсеру, как около посадочника, можно сказать, пневма. Это посадка или нет? Ну, я не знаю. Мне кажется, следующую тачку всё равно, наверное, надо будет собирать на пневме. Во-первых, дискомфорт вот этот, чтобы не досаждало, конечно. Иногда охота задуться, просто поехать там на природу, выехать, никого не напрягая, самому не напрягаясь. Ну, не знаю, что конкретное какое-то мнение иметь по этому поводу я не имею, я спокойно ко всему отношусь. Главное, чтобы ребята делали, делали культуру. Даже вот эти, есть же и опера, ну, тоже имеет место быть, правильно? У всех свой стиль, у каждого свой вкус, у каждого своё влечение, занятие, я всех понимаю, разделяю. То есть я ездил и на пеленных пружинах, и на кх-шках ездил, и на винтах, как бы. Надо всё попробовать в этой жизни, наверное, вот, а потом уже на джипы пересаживаться. Когда ты будешь в глубокой старости, тебе будет за 60, будешь ездить на Ниве 4х4 на рыбалочку, да? У меня есть к тебе такой небольшой вопросик, смотри. 25 июля 2020 года, то есть это будет суббота, день недели, состоится мероприятие группы Орсная стиль, туда будут собираться посадочники, опера, около переднего привода там и т.д. и т.п. То есть 4х4 будет общая выставка фарш. Ты планируешь на это мероприятие поехать? Ты заявки будешь подавать? В июле, я думаю, да. Если будет возможность у меня, я бы посетил мероприятие. Вообще, в принципе, вся эта движуха, вся эта машина, в принципе, она нахер не надо. И стенс вообще ни хера не про машины. Это вот про общение с людьми, про знакомство, про то, что как ты вообще всего этого достигаешь. Когда ты, блядь, вымазанный весь там, блядь, из ямы вылазишь и смотришь, что ты там вообще наделал. И ты просто в таких диких охуях пребываешь. Вот, особенно, когда первые взгляды ловишь, когда тачка только в город выкатилась. Все это просто моменты. Все фоткаются, все лайкают, все проезжают там сигнали, там все эти моменты. Вот это того стоит. Вот это ты понимаешь, блядь, ну не зря я бабки вкулил. Не зря я вообще там вымазался весь, блядь, уебал, блядь, все руки. Оно того стоит. Насчет пива 4х4, я думаю, это постигнет меня в более ближайшее время, наверное, нежели старость. Потому что стильная низкая тачка есть, в городе можно повыебываться. Теперь можно и на оффроузе, наверное, надо погорцевать. Тапки, не тапки уже, блядь, в другую сторону расти. Это можно, тоже есть в этом интерес. Возможно, что-то будет дальше. Это был Матвей, хозяин данной приоры, хэтчбэк. Если хотите, чтобы мы дальше выпускали обзоры, подписывайтесь на наш инстаграм. Оршная стиль, ссылка будет внизу в описании. А также мы скоро запустим розыгрыш. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписка, и этот видос попадет именно к вам. До свидания. Помахай ручками.